Ну что ж, настало время заснять видео. Минусы iPhone 14, в моем случае Pro Max. Итак, что же ты за аппарат? Честно, все минусы, начиная с самых явных, без всякой воды, поехали. Первый минус, это, конечно же, отсутствие зарядки в комплекте, потому что это не дело, ребят, ну все равно, реально не дело. Человек, который в первую очередь покупает iPhone, он в комплекте получает только скрепку и кабель Type-C на Lightning. А дальше, как бы, сам это, давай, ищи, что тебе нужно. Зарядка стоит 20-ваттная, 2200 рублей, по крайней мере, на сегодняшний день в Российской Федерации это можно найти. Короче, комплект фигня. Один огромный еще, короче, минус, это iOS 16, вот такие, короче, байды тут бывают. Ребята, в описании будет, первая строчка, мой телеграм-канал, входите, вступайте, там чисто своя атмосфера для своих бро. Так что, всех буду ждать, давайте. В комплекте зарядка должна быть обязательно, потому что, ну как, если человек, вероятно, свой первый телефон покупает, что ему делать-то? Второй явный минус в том, что телефон поддерживает реально медленную зарядку. То есть, если ты купил самую быструю, которая вообще возможна для iPhone, который он поддерживает, это 20 ватт. И заряжает, ну вообще написано, конечно, 50% за 30 минут, но все равно можно было и быстрее. И можно было ее за такую цену положить в комплекте. Третий явный минус покупки вообще такого телефона, это его, ребят, стоимость ремонта, то есть вообще вот обслуживание. Купил ты такой телефон, чуваки, вообще не позавидуют тому, у кого, к примеру, получилось так, что он упал, разбилась, не дай бог, задняя крышка треснула. Не дай бог, спереди он проложился, экран упал. Короче, по стоимости ремонта дисплея от 30 тысяч рублей. 30-35 тысяч только перед будет стоить. Круто, да? Охренеть. Блин, по стоимости телефона трехгодичной давности. Если получилось так, что разбил перед и зад, поменять, к примеру, вот этот 35 тысяч стоит, и вот здесь еще 30-ка. Клево, да? И надеюсь, что у тебя не разобьются камеры. Короче, вкруг поменять корпус телефона за перед, но в районе 60 тысяч рублей, по крайней мере, на конец 2022 года. Очень большой минус для меня, как для человека, который снимает, например, контент, там, фото, видео, отсутствие клавиш паузы в режиме видео. Ну, это реально давно пора это сделать, потому что, ну, это неудобно. Ты начинаешь снимать, ты должен, короче, там, все увеличиваешь, уменьшаешь, но это реально, это криво. Но клавишу только остановить, и потом тебе нужно монтировать из этого. Ну, почему? Ну, в андроиде давно уже есть. Ну, блин, ну, придумай ты свою клавишу пауза, к примеру, останови, переместись, хоп, и дальше продолжи, потом закончи, у тебя один уже собранный, как бы, клип будет видео. Когда завезут? Следующий минус, это до сих пор в айфоне USB 2.0. И нас вынуждают пользоваться всевозможными iCloud'ами и эко-системой Apple. Ну, вот, мне хочется, к примеру, заснял я хороший какой-нибудь видосик, но мне хочется его скинуть на комп по кабелю. Ну, блин, он будет качаться хрен знает сколько. А если я снимал в ProRes, тут одна минута видео, ребят, весит 6 гигабайт, вы только вдумайтесь. Снял ты, к примеру, на 10 минут, хрен ты его перекинешь через USB 2.0. Ну, просто реально неудобно. Минус большой по памяти, вот покупаешь ты Pro-версию на 128 гигабайт, на хрена ее сделали, вообще непонятно. Если это телефон, типа, для профессионалов, там, ProRes у нас, ProRAW включаются в камеры, то есть там и 48 мегапикселей, короче, и видосики в ProRes. Ну, одна минута видео в 4К, 6 гигабайт. Чуваки, на 128 гигабайт ты сможешь снять здесь 19-20 минут видео, все. С учетом того, что ты не установишь ни одной программы, не закачаешь вообще ничего. Вот, 19 минут видео, все. 128 гигабайт до седания, карпамят не вставляется. USB 2.0. Делать, что хочешь? iCloud будешь платить. Следующий минус, это слишком большие камеры, они, блин, они монструозные, они все больше и больше выпирают. Короче, вот это прям реально ужас. На Max-версии вроде выглядит неплохо, да? На обычной Pro-версии они выглядят монструозно. Это дает нам такой минус, что, короче, вот без чехольчика, это он все еще больше. Здесь можно катапульту делать. То есть, что-нибудь положил, и можно реально катапультировать что-то. И, кстати, я вам скажу так, что чехол тоже не решает эту проблему. Вот, к примеру, чехольчик, смотри, берешь. Надо покупать чехол, тот, который вообще толстый будет. В чехле такая же фигня. То есть, у тебя вроде камеры защищаются, но и со мной ни хрена. Вот. Но это тоже не для всех проблема. И довольно-таки быстро царапается дисплей все равно. То есть, если будешь класть вверх ногами, или, например, просто им пользоваться, то дисплейчик, со мной этот Керамик Шилд, он реально довольно-таки быстренько приходит в негодность. Следующий минус по Always On Display, он есть, но он все равно выключается. То есть, ты его можешь включить-выключить вообще пронутительно. Но, когда он у тебя включен, к примеру, если ты пользуешься какими-то, не знаю, там, Самсунгами, то есть, любыми другими Android-смартфонами пользуешься, если у тебя Always On Display как бы включен, он у тебя, ну, всегда будет, даже если там перемещается. На Айфоне примерно, не знаю, там, час, наверное, и все. После этого тебе придется опять его в руки брать, потом опять Always On Display работает. Вроде мелочь, но все равно, хотелось бы полностью ощутить Always On Display, тут так говорят. Следующий минус, 120 Гц, заявленная маркетинговая хрень, потому что нигде ты в меню, короче, вообще нигде не найдешь настройки 120 Гц. Они типа где-то есть, возможно, в меню они есть, фиг знает. Но ты этого никогда не узнаешь. Вот, по маркетингу, вроде, ты платишь, да, 120 Гц, все дела, когда у тебя, ой, в таком положении это 1 Гц, но все равно выключается, и непонятно, где, чтобы ощутить и включить эти 120 Гц, чтобы я понимал. Следующий минус, он реально тяжелый, вот этот Max Pro версия, 240 грамм, по сравнению, к примеру, с тем, что в 11 Pro Max он весил на 20 грамм меньше. Но, с другой стороны, здесь экран у нас 6,7 дюйма, он реально большой, раньше был 6,5 дюйма, да. Короче, все больше и больше, но большой телефон реально не всем удобен. Ну, как бы, такой уже минус, все равно с натягом. Нет подзарядки реверсивной, к примеру. Ты можешь MagSafe заряжать, можешь по этой Qi заряжать 7,5 Ватт, по MagSafe 15, но, блин, завезут опять, хрен знает, когда, опять спустя, что, у тебя, к примеру, ты можешь, прикинь, какой это прорыв будет, ребята, ты сможешь своего iPhone, свои AirPods зарядить, вот это круто будет, реально. То есть, такой давно есть в Android, но Apple этого придуман, хрен знает, когда. А телефон-то, он, блин, дорогой, он самый флагман, все дела, ну, пора бы уже сделать реверсивную зарядку, чтобы заряжать другие гаджеты. А так они еще потом сделают не будут, что ты только Apple-овские гаджеты сможешь зарядить, никакие другие. Опять же, ну, минус, это Lightning, опять, блин, ну, что за разъем, сейчас уже вроде обязали их в Европе Type-C ставить, ну, давайте, давайте уже быстрее, ну, потому что, ну, Lightning никуда не годится. Type-C поставишь, будут быстренькие USB-шки, прям вообще, универсальные зарядочки, круто. Ну, такой минус с натягом, это, как бы, уже от региона зависит, нет, это поддержки беспроводной оплаты. Да, сейчас в России нельзя сюда привязать и ничего, и расплатиться, как бы, бесконтактным платежом. По маркетингу, так, с натягом, мне тоже, вот, знаете, скажу, что не нравится, слишком большая разница в версиях, то есть, между обычным 14 и Pro, вообще пропасть, то есть, если от 13-го iPhone и 14-го вообще практически ничего не отличается, там такие же процессы, все дела, то они теперь выпускают, то есть, iPhone 14 и Pro, там вообще просто пропасть, реально, у них разница в характеристиках, и поэтому лучше, конечно, брать Pro-версию, и нафиг на вообще 14-й iPhone сдался тогда. Конечно, это все минусы с натягом, мне их пришлось придумать, в этом телефоне больше плюсов, чем минусов, но, самое-таки, видео постоянно делаю, поэтому пишите, ребят, в комментариях, и, кстати, вот такое тоже бывает, вот, один огромный еще, короче, минус, это iOS 16, вот такие, короче, байды тут бывают, ну, и не знаю, как они так делают телефоны, когда вот иногда вот это, короче, зависает, и когда, короче, у тебя OSM-дисплей вроде включен, то получается такая тема, что, короче, частенько он переходит в меню, сам разблокируется, да, вот из-за того, что вот они в iOS 16 вот эту вот сделали тему, что, а может, я не хочу его настраивать, но такое иногда бывает, что ты, типа, нечаянно где-то там в кармане у тебя, он, знаешь, проснулся или что-то еще, где-то нажался и все, и там, и накуролесил. Короче, iOS 16, здоровенный, жирнейший минус, и пишите в комментариях, у кого какие проблемы. Ребят, пишите в комментариях, что вам не нравится в айфоне вашем, если у вас уже есть там 14, 14 Pro, пишите в комментариях, и, конечно, критикуйте мои минусы, давайте там, увидимся с вами. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал, обязательно.